Здравствуйте! Не выбрасывайте старые носочки, они нам еще пригодятся. Я эти носочки называю одноразовыми, капроновые носочки, которые я ношу под брюки. И, наверное, многие из нас, женщин, носят носки под брюки. Не выбрасывайте. В данном случае я покажу, как можно из них сделать пряжу. Итак, способ первый. Делаем пряжу из носочка. Отрезаем резиночку. Резиночку, кстати, тоже не выбрасывайте, она пригодится. Еще как пригодится. Значит, первая нарезка в виде лапши, не дорезая до края. Где-то сантиметра два я не дорезаю до края. И будет получаться у нас такая тонкая пряжа. Из нее можно будет что-то связать. Это первый способ я вам показываю. И носочную часть я тоже отрезаю. Вот для этой части я не придумала назначение, придется выбросить. Затем делаем пряжу. Очень легко и очень просто. Можно нарезать, в принципе, по спирали. Но мне кажется, так будет дольше. А теперь вытягиваю. Получается классная пряжа. Даже никто не скажет, что это были рваные носочки. Правда же? Так, это мы уберем. Это первый способ. Сейчас покажу второй способ для пряжи. Резиночку отрезаю. Носочную часть отрезаю. Затем нарезаю такие колечка. Толщина произвольная. Тут можно сделать пряжу как волосок, а можно сделать пряжу более-менее толстую. Затем что я делаю? Такое кольцо получилось, да? И здесь получилось такое кольцо. Я что? Видите, как соединяю? Еще раз показываем эти колечки. И получится такая классная пряжа. Она уже будет более толстая. Вот какая пряжа. Тут такая тонюсенькая, да? А тут такая она. Можно связать. Хороший-хороший ковер. Девочки, спасибо, что вы были со мной. Что вы смотрели мое видео. Не выбрасывайте носочки, придумайте, что из них можно сделать. Хотя бы пыль вытирайте. Тоже хорошо вытирать пыль такими носками. Все, вам самого доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.